Когда мы слышим слово радиация, то сразу представляем себе атомные электростанции, оружие массового поражения или радиоактивные отходы. Однако это однобокое видение. В повседневной жизни мы постоянно сталкиваемся с радиацией в малых дозах. Радиоактивность вокруг нас, которую мы можем встретить в повседневной жизни, это радиоактивность калия в первую очередь, это продукты питания, банановый эквивалент тот самый, и элементы уранового ряда, которые содержатся, проще всего их найти в окружающем нас городском мире в гранитах. И если вы возьмете дозиметр и найдете место с природным гранитом, не с искусственным, а именно с природным, то вы сравнительно просто зарегистрируете эту радиоактивность, радиоактивность элементов уранового ряда. Организм человека содержит примерно 200 граммов природного калия. Он необходим для работы нервной системы, сердца и мозга. У калия есть радиоактивный изотоп калий-40, который в небольшом количестве всегда присутствует в природном калии. Калий-40 находится в воде, почве и продуктах питания. За счет этого изотопа среднестатистический человек получает по разным данным от 10 до 24% от годовой дозы ионизирующего излучения. Радиоактивность калия мы можем также зарегистрировать сравнительно просто. Для этого нужен дозиметр или счетчик Гейгера, который имеет достаточно тонкое входное окно. У нас в институте в рамках курса «Ядерная физика» студентам иногда показывается опыт. Берется пирусульфид калия, у нас вот под рукой есть. Этот химический реактив насыпается на бумажку, сверху кладется дозиметр, и он начинает потрескивать. То есть радиоактивность калия, она регистрируется просто почти в домашних условиях. Вот вы слышите бета-радиоактивность калия. Радиоактивные элементы в очень малых количествах встречаются практически повсеместно. Например, калий-40 содержится в бананах. Существует даже шуточный банановый эквивалент. Он соответствует количеству радиоактивных изотопов, которые попадают в организм при съедании одного банана. Стоит отметить, что никакой опасности для здоровья человека бананы, несмотря на содержание калия-40, не несут. Валерия Муратова, Виолетта Басова, Универньюс.